Что хотелось бы сказать? Вот у нас курортный сезон, да, мы все ждем начала курортного сезона, но забываем одну важную вещь, что людей, которые к нам приедут, нужно не только развлекать. Бывают ситуации, когда этих людей нужно и лечить. А вот где? Учитывая, что по некоторым данным у нас в прошлом году было где-то порядка от 2 до 3 миллионов туристов, то, по-моему, сказать, что этот вопрос актуален, это не сказать ничего. Но на самом деле люди, которые приехали на 2 недели в Одессу, летом и уехали, они как бы стараются держать себя в таком тонусе, чтобы не болеть по возможности. Но одесситы-то, они остаются здесь круглогодично. И, кстати, есть определенная статистика, что ежедневно в скорую помощь звонят порядка 700 людей, то есть 700 одесситов. Куда деваться им? Да, но если говорить по поводу туристов, все-таки учитывая экологическую ситуацию о наших чистых пляжах, о которых мы говорим, в первую очередь болеют именно туристы. Одесситы, так сказать, привыкли уже к различным отклонениям, и у них выработался какой-то иммунитет, то туристам в этом плане гораздо сложнее. Поэтому для них попасть в скорую помощь, это за пребывание, двухнедельное пребывание в нашем городе, это очень даже вполне возможно. Ну и вообще мне нравится даже картина, да, которой вот приезжает человек, который заболел, ему нужна срочная помощь, и он попадает в это чудное здание, в эти прекрасные стены, и я уверена его там соответствующе принимают. Ну вот не очень хорошее лицо, мне кажется, нашего города. Когда мы говорим о больнице скорой помощи, мы забываем, что в первую очередь туда попадают люди, которым нужна неотложная помощь, это пострадавшие в ДТП и, возможно, жертвы каких-то преступлений. И когда мы говорим, что в Одессу у нас в прошлом году приехал миллион туристов, в этом году обещают в два раза больше, то не надо забывать, что с этими туристами вместе едет масса криминалитета. У нас в городе происходит куча всего противозаконного. По оценке самих правоохранителей сейчас уровень безопасности в Одессе где-то на уровне 5 баллов по 10-бальной шкале. Этого очень мало, соответственно, есть пострадавшие, которым нужна срочная, квалифицированная помощь. А попадают они по скорой в еврейскую или в 11-ю городскую. Там не то, чтобы выздороветь, там умереть побыстрее хочется, чтобы не видеть этот ужас, который тебя окружает. Ну я вот хочу сказать даже, да, ты меня натолкнул на мысль о том, что буквально вчера мы попали с нашим оператором на съемку, случайно проезжали мимо, где произошло ДТП с пострадавшим. То есть молодого человека на перекрестке сбило такси. То есть при каких обстоятельствах это произошло, это уже второй вопрос. То есть на месте работали патрульные, они разбирались. Но факт остается фактом. Молодой человек лежал на асфальте посреди перекрестка. То есть вокруг него поставили фишки, чтобы, естественно, транспорт не двигался где-то поблизости. И у него явно была тяжелая какая-то травма. То есть по предварительным данным самих полицейских у него была сломана нога и видны были ушибы, в том числе и на голове. И парень явно находился в таком нестабильном психическом состоянии. То есть он вздрагивал, было видно, что ему плохо. Приехала карета скорой помощи, его медики погрузили в эту карету скорой помощи. И на вопрос вот кого-то из присутствующих, что а куда же будете везти, медики сказали, а пока не знаем. Ну это собственно ситуация, вот свидетелем которой я стала буквально вот вчера. Ну это наиболее наглядная иллюстрация того, что у нас сейчас происходит в городе. То есть с человеком случилось ЧП, ему нужно прямо сейчас помощь оказывать. А врачи будут думать, где есть места, они будут созваниваться с больницами, где запара, где есть свободные койки, где нету. А дальше молодого человека ждет увлекательное путешествие в разбитой скорой, сгнившие бинты, которыми невозможно сделать перевязку. Потом сломавшаяся волокуша каталка, на которой его в больницу занесут в лучшем случае, если не уронят по дороге. А теперь давайте представим, и это будет нетрудно, мы обсуждаем проблемы и нет места, а вот в городе существует здание, в которое можно привезти этих людей. Но вот проблема в том, что оно стоит пустое, сколько, 7 месяцев? Уже больше 7 месяцев. Смотрите, его должны были, получается, как бы сдать по всем параметрам, его должны были сдать в январе 2017 года. Его начали передавать на баланс города уже летом 2016 года. Причем, знаете, очень много вот этих всяких домыслов, почему вот здание до сих пор стоит пустым. На самом деле ведь компания, которая возводила здание Кадоргрупп и инвестор Аднан Киван, они перевыполнили свои обязательства. То есть есть абсолютно четкий документ, по которому было прописано, что должен сделать инвестор, что со своей стороны должен был сделать город. Город должен был подвести все коммуникации, обеспечить это учреждение оборудованием. То есть на сегодняшний день это не сделано. Что же касается обязательств инвестора, они были на самом деле в разы перевыполнены. Мы были в этом здании, мы видели, что это за здание. Мне кажется, нигде такой больницы нет, просто в Украине. И более того, допустим, ну вот как один, всего лишь один из ярких примеров, что в пяти операционных были за счет денег инвестора установлены системы подачи медицинских газов производства Греции. Этого не было предусмотрено. Это была исключительно инициатива человека, который на самом деле, вот даже все строители говорят, душу в этот объект вложил. А теперь этот объект стоит пустое. Мы говорим о том, что лечиться нигде ни самим одесситам, ни туристам, приезжающим в Одессу. Да, это очень обидно, потому что, учитывая все преимущества этой больницы, условия, комфорт, которые она могла бы обеспечить своим пациентам, но в первую очередь я все-таки хочу вернуться к тому, что это количество больниц. То есть мы говорим, что действительно, пускай эта больница действительно хороша и достойна, она в плане количественном очень нужна нашему городу. И когда чиновники говорят о том, что она не нужна, но с их стороны это действительно несправедливо, не говоря уже о всяких там условиях и ее преимуществах, в первую очередь это количество, которое нашему городу, я считаю, очень необходим. Во-первых, количество, а во-вторых, скажем так, специализированность. В каждом крупном городе Украины, в Киеве, в Днепропетровске, в Харькове, в Запорожье, есть специализированные больницы по оказанию первой неотложной медицинской помощи. В Одессе нету. Вот как будто Одесса, знаете, такой город, которому... Отдельный мир, честно говоря. Самый благополучный город, в котором ничего не происходит, в кавычках. И знаете, самое удивительное, что ведь многие СМИ фиксировали обращения людей, которые говорили там какое-то время назад, чиновников, городской головы, которые говорили о том, что эта больница жизненно здесь необходима. И вот сейчас, знаете, риторика изменилась с точностью наоборот, что, а в общем-то она и не нужна, а давайте мы ее передадим просто частному медицинскому учреждению. Такое ощущение, как будто она обуза теперь стала для города. А не как будто, она и стала обузой. Кстати, я общалась со специалистами, по мнению которых, для того, чтобы наполнить эту больницу необходимым для функционирования оборудованием, хватило бы 2-3% городского бюджета. Я вам скажу больше, у нас в студии были волонтеры и представители различных организаций, которые были готовы самостоятельно обеспечить эту больницу оборудованием бесплатно. Но они говорят, никто у нас этого не просит и не обращается к нам. И даже когда мы проявляем инициативу, но к нам не приходят и не говорят, о, супер, давайте. Ну, соответственно, никому это не нужно. Я молчу, девочки, о том, извините, Сереж, мы говорим о туристах, да, мы говорим об одесситах, а давайте поговорим еще о военных, которые попадают в одесский госпиталь, и которые, я думаю, тоже очень нуждались бы в этих местах, которые уже готовы были принимать их в этом объекте. Ну, давайте будем все-таки объективны и попытаемся понять городского чиновника. Намного проще пилить бюджет, когда у тебя есть проблемные объекты, и на них, на их латание этих дыр можно выделять деньги, чем когда у тебя есть полноценно функционирующий объект, тем более еще благоустроенный не за твои деньги, построенный не за твои деньги, он работает без сбоев, там, современное оборудование, которое не сломается десяток лет. На это же денег особо-то не выделишь, что делать бедным людям? Ну, приходится как-то изощряться, или отдать ее куда-то, или не брать долго на баланс, или еще что-то придумать. А кто сказал, что чиновнику жить легко сейчас?